Ууу, ребята, движуха Нижникамс кипит вообще просто по полной. Нижникамск видел Кубок Стэнли, ребята. Это историческое событие. Каза меня не взяли, прокласс. Что нам за крючок? Всем привет! 6.30 утра, рапорт Шереметьево, Москва. И я лечу, вы уже догадались куда. В Нижникамск вместе с Михаилом Сергачевым, который туда везет Кубок Стэнли. Целое событие для всего региона и для болельщиков, которые впервые увидят эту замечательную чашку. Это будет пушка, ребята. Иван Трегубов, канал Все Хоккей. Погнали! Мы уже прилетели в Нижникамск в аэропорт и сразу разошли. И тут уже сразу багажная лента и какие-то знакомые ящички. Это просто пушка раз. И вот это пушка два. Миша, ты наш чемпион! Миша, ты наш чемпион! Миша, ты нашел! Классно! Спасибо большое за встречу! Очень приятно, вообще, ребят! Сегодня по программе первая остановка. Мы приехали вместе с Михаилом и еще детишками и Кубком Стэнли. Вот сюда, на мемориал, где Михаил будет возлагать цветы. Потом будет школа, потом ледовый. А потом уже следите дальше. Я не подниму килограмм, сколько? Примерно? Клограмм, я думаю, 16. 18! Молодец! Почти! Я нахожусь во дворе возле школы и ждем Михаила Сергачева. Вот сейчас он привезет кубок в свою школу. И школа называется номер 31. Вот она как-то связана с МЧС. Вот. И фишка в том, что Михаил жил рядом с школой. Вот я жил у себя подальше, у школы. А есть те везунчики, которые вот жили прямо рядом с школой. Вот у Михаила было именно так. Вот этот цветной дом сзади меня, в этом жил, в этом доме жил Михаил, живет. Вот. Я так понимаю, его родители. По начальной школе могу ответить о том, что он был очень ответственный. Участвовал в различных олимпиадах, учился очень хорошо. В среднем измене то же самое. До седьмого класса у нас проучился, потом уже по олимпийскому резерву. Был очень ответственный. Если ему на тренировку, он к учителю подходил, раньше спрашивал, отпрашивался и так далее. И, конечно, здесь большое внимание надо и спасибо сказать родителям. Родители всегда позитивно относились к учебе. Почему? Потому что ребенок должен быть умным и, кроме того, хорошим спортсменом и так далее. Это вот результат. Поэтому я благодарю родителей за воспитание такого сына. И мы очень рады поприветствовать его у нас в школе. Не полиганил никогда? Да, но дети же есть, они шубутные, они играли. Бывает, но такое понятие хулиганин, чтобы нарушать такого. Сколько стекла побил? Не одно. Вот, честное слово. По стеклам могу сказать. Там другие моменты были, но это другое. Я не причастен к этому вообще нисколечко. И даже я сейчас стою за дверью и вижу, как детишки здесь стоят и ждут Михаила. И как они нервничают и переживают. И даже я вот немножко нервничаю. Это так трогательно. Есть вот этот вот такой вот прям душок ностальгии, добра и просто какой-то радости для всего региона, для Нижнекамска. Представлю себя Мишей Сергачевым. Зайду и тут меня встречают ребята. Я такой вау, вообще бомба, бомба. Вы крутыши. Вот, они красавцы. Хоккей кто любит, смотри, смотрел? Я люблю. Я играю в НХЛ. Ага, молочек. Может быть, вы во дворе шайбой бегаете? Да, иногда хожу, получается, на хоккейный корт в 31-й школе. Ага. Много из школы ребятишек, ну там, друзей твоих ходят? Достаточно. Достаточно, да? Ну, сколько там, не знаю, там, полшколы или треть? Ну, где-то так. Полшколы? Да, где-то так. Серьезно? Ну, где-то, наверное, так. Обещал, малай, привесею. Спасибо. Молодец. Аккуратно. Ну, я, это самое, держать не буду. Мне, конечно, нет. Правило. Да, молодцом. Давай. Я бы поздоровался, плотно руки. Здравствуйте. Здрасте. 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 Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как учился в школе и какой был предмет любимый? Учился в четвертом классе на пятерке, был отличником точно А потом немножко сбавил, потому что стало больше хоккея, больше тренировок С этой стороны Чего ты еще спросил? Любимый предмет какой был? Предмет история Почему? Не знаю, мне нравилась история читать Сейчас мне нравится читать Вообще ностальгируешь по школе? Залезай! А, с тобой? Да Ностальгируешь по школе? Вообще нет Как бы я Я любил ходить в школу в Нижнекамске Именно, а потом когда уехал уже Что-то как-то перестал Больше на хоккей Была Заточенность головы Поэтому в школу ходил Как бы Ну, до галочки, так сказать Ты знал, что ты повезешь в школу? Мелькали какие-то воспоминания, ностальгия какая-то? Мне тоже спросили там Были ли какие-то моменты Я как бы Один не вспомнил Было много Мы здесь что только не творили Был такой момент неприятный Когда в магазине приколов продавались Блин, надо было это рассказать Ну, потом увидят Продавались Такие хлопушки Которые ты кидаешь на пол Если кто-то наступает Она взрывается И воняет сероводородом Ну, или серый Серый, наверное, больше Короче, воняет ужасно И мы с друзьями купили Кинули на пол, получается И из-за этого чуть всю школу не эвакуировали Дым был? Там не дым Там воняло Прям нереально И вот Завуч Который сейчас фотографировал с нами Она Ну, мы ей не сказали, кто это был И она как бы не поняла Мне кажется, меня бы из школы выгнали Если бы узнали Думаешь, прям так серьезно? Ну, конечно Здесь очень серьезная школа В плане дисциплины Школа МЧС, как ты видел Да, да Там военные какие-то есть Там всякие кружки сейчас понаоткрывали То есть они Очень серьезная школа С такой сильной дисциплиной Поэтому, наверное, это тоже мне как-то помогло Бить довольно-таки дисциплинированным человеком В принципе Потому что здесь прям Знаешь, длинные прически нельзя Там маршируешь постоянно Я еще был этим Старостой класса Командиром класса Отряда То есть у нас были соревнования по маршировке Такие вещи были То есть мы тренировались к ним Готовились там за две недели Начинали маршировать Каждое утро Там после уроков оставались То есть Такое много интересного было Офигеть Любил маршировать? Или ты куда? Не, ну я был командиром Конечно, любил Командиром? Командиром, да Я там песню И все И мы идем И Катюша пойдет Такие вещи Это какой класс? Это уже началось, наверное, с 5-6 Может, может, 6-го класса И до какого? До 7-го класса учился А, ааа Потом я ехал в Подольск И там до 9-го А после Подольска? После Подольска Я после 9-го класса ушел Ушел И пошел В колледж В колледж Ну, не по спорту Я бухгалтер Бухгалтерский учебник Так, окей Почему такой выбор? Ну, мне нравится считать номера Нет Я Ну, не знаю Так получилось, что Все туда пошли Наверное, самый такой простой вариант был Ну, и все равно Когда ты играешь в молодежной хоккейной лиге уже Я тогда играл Из-за сборной России играл То времени на учеб было очень такое ограниченное Поэтому Там позволяли Так сказать На заочном учиться Вот поэтому Спасибо большое Этому колледжу И просто болельщиков Которые пришли Сфотографироваться С Михаилом Сергачевым И Андреем Васильевским Кубком Стэнли Иконс Май Трофи Ребята Я не знаю Республика Впервые Наблюдает Такие трофеи Таких просто хоккейных гигантов Кто приехал? Сергачев Сергачев и Василевский А, ну ладно, знаете, выучили, да? А что за там эти чашки какие-то, вот вазы? Что это? Это кубки Стэнли и бензина лучшего Ну, ты не... MVP, да? Конс Май Трофи называется Я пообещаю Так же Только в Жерску же привезти Кубок Стэнли и MVP Вы отсюда? Нет Так, откуда? Снайберт из Челнов На работе что сказали? Что соврали? Мы? Да Последние обстоятельства Жму вам руку Жму вам руку Целое событие для региона вообще Да, да, да Вот Я тоже так же думаю Мне кажется Тут не только Нижнекамские Вот соседи как бы Да, из Челнов Знаю Из Зайнска как бы выезжают парни тоже посмотреть Ну, большое событие Именно вот для детского хоккей Я смотрю сначала, по-моему, у детей пускай Да Это вообще круто, конечно Почему ты здесь оказался? Да, сыну нужна фотография с кубком Так Вот А я стою здесь Он в школе пока Я надеюсь, как раз он закончит учебу И где-то мы вот там с ним встретимся Я, наверное, в детстве зародил в нем любовь Потом сам подостыл к этому делу Он, наоборот, набрал обороты Да, и тебя теперь подогревает И теперь он меня подогревает Теперь я хожу, стою в очереди Покупаю билеты на всякие матчи В общем, да Работу на второй план уже убираю А он, получается, меня теперь мотивирует Теперь он мне скидывает, короче, статистику Интересные факты В общем, переходы Вот это все Ребята пока отъехали отдыхать Но Конс Май Трофи И кубок Стэнли Оставили здесь И все желающие сейчас могут подойти И сфоткаться Вот Но Хотя бы как-то, да? Красота И очень круто то, что Андрей Василевский Тоже поддержал это мероприятие И тоже стоял здесь Фотографировался вместе с болельщиками Вместе с детишками из Дюши Здесь, кто занимается хоккеем Так что Супер респект Давайте, да, Андрей Андрей Я, кстати, был, знаешь, где был? Гриммитшау, когда на чемпионате юниоров играли Когда было-то? Это давно было-то Это, блин, как, по Нью-Йорке еще? Да, по Нью-Йорке еще когда играли Мы подъехали В парк нефтехимиков Здесь сейчас Как вы видите, за мной толпа Концерт проходит И сейчас сюда Михаил Сергачев Привезет кубок Стэнли Возможно, он будет также с Андреем Василевским Возможно, один сейчас узнаем Вот, ну Время сколько? Сейчас 5 часов Вот такая толпа В принципе, собрались Вот Ижевск Вот Ижевск прибежал сюда Приехал Но, кстати, ребят реально приехали Из других городов Из ближайших И не совсем ближайших Ну, естественно, события просто реально мирового Российского масштаба Да и мирового реально Нижнегамск видел кубок Стэнли, ребята Это историческое событие Я не знаю, понимает ли этот народ Эту историю И это просто такое событие Но мы им об этом говорим Субтитры создавал DimaTorzok Хе-хе-хей Привет, Нижнекам Спасибо большое, что все пришли Что кто-то был на арене Пришли с фотографией с кубком К сожалению, не получилось там остаться И со всеми сфоткаться Здесь получится Мы, наверное, надеемся, что мы кубок поставим вниз И я буду стоять со всеми фотографироваться Самое главное Самое главное Главное Не создавать толпучку, пожалуйста Очень много детей Вот Я надеюсь, что все пройдет Централизованно, нормально, организованно Поэтому Спасибо большое, что пришли Давайте повеселимся Спасибо вам огромное за поддержку Этот кубок для вас Эти два кубка для вас Спасибо большое Чувствуешь себя рок-звездой? У тебя есть, кстати, любимая группа? Именно рок-группа Точно А трек Самый любимый Отлично Очень классный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что, как эмоции? Потрясающе В нем зашкаливают Давно не стоите, ждете Нет, ну подошли, повезло сразу ко входу Подошли Успели, успели Даже 5 минут не стояли Ну вообще, есть понимание, какое масштабнейшее событие Просто грандиозное событие Пошел дождь, но Михаил Сергачев Как настоящий защитник просто Ни почем ему, ни дождь, ни холод И он, кстати, одет на самом деле очень легко Вот Вы можете это наблюдать вот так вот здесь Он очень легко одет И он даже, походу, не замерз Вот, так что респект Мише И респект вот этим ребятам, которые стоят до сих пор И ждут, чтобы сделать свою историческую фото с Кубком Стэнли Вот так вот, ребята Это Нижникамск, это Михаил Сергачев Это Кубок Стэнли И с вами ваш, похоже, слуга Иван Дригубов А как возник Подольск? Почему Подольск? Ну там же организовали эту команду Видите? Да Позвали всех Меня одного из первых, получается, позвали Вот Ну У нас были, на самом деле, варианты Не знаю, можно, ну, наверное, можно и говорить Да Сколько лет прошло Либо торпеда Нижний Новгород Мы уже собирались на сборы ехать У нас туда брали В Каза меня не взяли в Акбарс в 98-м год Мне сказали, что там Сергачевка На просмотр ездили или просто узнали тебя уже? Да На Акбарс мы спросили, можно приехать на просмотр Он сказал, вы можете даже не приезжать на просмотр Хотя я постоянно Акбарс наказывал, когда мы с ними играли в 98-м году Ему, видимо, не понравилось, там, по-моему, тренер был, я забыл фамилию Классный тренер, они очень много побеждали Но, как бы, у нас так И все, вот Акбарс, получается, меня не взял Нижний Новгород, мы не поехали И получилось так, что вы ехали в Витязь И не прогадали Ага То есть ехали уже, как бы, ну, целенаправленно, чтобы как-то стоять Я в Витязь ездил три раза на сборы Три, два, три, три даже, да Об этом здесь никто не знал Ага Потому что, если бы узнали, то там, ну Недовольство бы Ну, конечно, да То есть мы это как-то скрывали тщательно Потому что, когда потом все узнали, были, конечно, недовольны Сильно обиделись? Ну, я бы не сказал, что сильно Но, конечно, наверное, неприятно Но мне нужно было расти И родители И родители понимали, да Ну, нет, дело не в том, что здесь не было Здесь бы, если бы осталось, мне кажется, все было бы нормально Но там просто уже тренеры сборной были То есть они уже понимали, что они будут тренерами сборной Они объяснили, что это будет за команда Собрали туда, довольно-таки, ну, объективно Лучших игроков в России Кто были известны? Рубцов У нас была пятерка Рубцов Булуэктов Шабанов Тройка Я из Болотский Мы, ребята, были не ниже метра восьмидесяти все Четырнадцать лет На чемпионате России мы играли Они на втором месте заняли Только трактору проиграли А на второй год выиграли Я, получается, второй год лучшего защитника получил А первый год должен был получить лучшего бомбардера Но почему-то в ЕКБ мне его не дали У меня было 12 очков, а у Кузнецова было 11 Да И дали Кузнецову Так что давайте-ка тарелочку мне обратно Привет передаем Жене Кузнецову Жене Не Жене А, какой другой Кузнецов? Да Ты даже фамилию запомнил Конечно Мы с ним играли в сбор А ты уже тогда на позиции защитника или нападающего? Да Но ты же сразу? Как было? Я начинал с защитником Потом на один турнир у нас не было нападающих Меня поставили играть в нападение Я сыграл турнир, у меня получилось неплохо Я еще там, может быть, игр 15 сыграл Мне понравилось, мне кажется, улучшился в атаке А потом с охоты вернулся в защиту? Ну да Потому что там меньше работаешь На самом деле в защите я тоже сказал больше работаешь В плане позицию нужно постоянно правильно выбирать По нападающим тоже, но мне кажется защита потяжелее Ответственности больше Самый тяжелый момент связанный с Нижнекамским для тебя? Ну это не факт, что это что-то нехорошее А в целом вот тяжелый момент какой-то Тяжело было выезжать, конечно, в Подольск Это был прямо самый тяжелый момент Потому что я уже здесь привык ко всем И команде, и к тренеру Поэтому тяжело было выезжать Еще тяжелее было приезжать на том, когда Ну уже через год, через два Потому что мы все-таки были расстроены в принципе Потому что я ехал Ты уезжал один? Да Полностью один? Да Мы жили там, в такой гостинице А ранее организовали Да Я у директора спрашивал, сколько стекол побил Он сказал, что ни одного не бил Да Но не из школы Я бросал шайбы там на арене Не на арене, а на катке И попал, получается, шайбы с упором Так, а дальше? А дальше мы убежали? Да Ну да, убежали, конечно Я искупался Блин, прикольно, очень прикольно Мне должен был выезжать 20 минут назад Но давайте, если мы все очень быстро сделаем То я останусь Останусь в этой фотке Давайте по одной фотке быстро Руку мне не ждите, пожалуйста У меня уже все пальцы преломали Я понимаю, что здесь все сильные Но Как бы поаккуратнее со мной пытался Мне еще играть Давай старт, теперь ты Я старался Я старался Я старался Миш Сложный день Но Нет, легкий Легкий, да Всего лишь пять тысяч человек Двадцать пять тысяч рукопожатий Тридцать тысяч Объятий Объятий Ты уже здесь, в принципе, был Проводил мероприятие Как обладатель Кубка Стэнли Но впервые привез Кубок Стэнли в Татарстан Целую республику Что предвкушал? Волновался ли? Не волновался, потому что знал, что все будет организовано на высшем уровне Нефтехимик и управление города Нижнекамск очень посодействовали, так сказать Поэтому спасибо огромное за организацию мероприятия Все было четко, слажено Поэтому предвкушал, что будет много народу И было очень много народу, поэтому спасибо всем, кто пришел На самом деле не планировал фотографироваться Но что-то подумал, что не могу оставить людей без фотографии с собой и с Кубком Поэтому еще раз спасибо всем, кто пришел Очень много были родителей с детьми Прям даже с маленьким возрастом Тебе это как? Тоже классно, конечно, родители смотрят и прививают любовь к спорту с детства Поэтому молодцы, правильно делают Тем более, если у меня была фотография с Кубком в детстве Я бы сейчас на нее смотрел с улыбкой Это очень круто тем более Я думаю, сейчас они не понимают, но потом поймут, что это вообще бомба Можешь обратиться, наверное, те, кто не попал сегодня на мероприятие Сказать какие-то слова Постараюсь выиграть еще раз, провести, чтобы все сфоткались А те, кто пишет мне негатив, что я там не сфоткался или что-то еще Ничего не буду говорить, да Я сейчас стоял, три часа фотографировался с фанатами Все кайфанули И я думаю, у всех остались только положительные эмоции Поэтому спасибо, спасибо большое, что все пришли Ну все, все в принципе Не жми, не жми Не дай бог ты мне пожмешь руку Я с вами прощаюсь, ребята Так что спасибо вам за просмотр этого видоса Я надеюсь, он вам зашел Если зашел, поставь жирнющий лайк мне и Михаилу и Андрею Василевскому, что они привезли этот кубок замечательный Книжникам Спасибо за теплый прием И подписывайтесь на канал, конечно И рассказывайте о нем своим друзьям Иван Трегубов, канал Всехокей И пока Громче, вас не слышно Да, не слышно Громче Да, и лайки И лайки И громче И пишите комменты обязательно Пока-пока